На острове Русский в районе Минитец водитель вот этого автомобиля Тойота Королла сбил пожилого мужчину. Пешеход шел не по зебре. По словам автомобилиста неравнодушного к чужой беде, водитель автомашины Тойота Королла двигался с подножья во Владивосток. В районе Минитец пожилой мужчина планировал пересечь проезжую часть. Махнул рукой на нерегулируемый пешеходный переход и потопал в неположенном месте. В итоге угодил под колеса автомобиля Тойота Королла. Дедушка ударился головой о лобовое стекло седана и рухнул на асфальт. Ему потребовалась врачебная помощь. Увидел, что человек валяется, идет кровь. Подошли люди, начали сразу оказывать медицинскую помощь. Я вызвал по спутнику сразу тоже помощь. Приехала скорая, сразу посмотрели человека. То есть люди ничего ему такого не делали, хотя у него сломана рука, это было видно. Ничего не трогали, сразу приехала скорая, его положили. Все, сейчас они проводят свои работы. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, дедушка получил травмы средней степени тяжести. Увезли пострадавшего в Тысячаковочную больницу. С какой скоростью вы ехали, что сбили человека? Толпе людей, которая пыталась оказать первую доврачебную помощь, пострадавшему парень рассказал, что скоростной режим не нарушал. Просто не заметил пешехода на дороге. Знаю то, что машина ехала 60 км в час, и сам человек, он передвигался по дороге. И водитель, видно, не заметил, избил человека. Сейчас ожидаем ДПС. А вы будете 60 км в час? Это вы уже пообщались с водителем? Да. То есть он что сказал, что не нарушал скоростного режима? Ну, как обычно все, да? Ну, грубо говоря, да. Я же его тоже, понимаете, не знаю, как он сказал, 60, то есть шел по дороге. Мы этого сами не знаем, посмотрят все по камерам люди, да. То есть верить его на слово не будем. Он вот скрыл номера, не хочет говорить ничего. Видно, что лобовы-то затонированы. Очень даже затонированы. Видите? Вот бесстыжие. Во время того, как человек указывает... А вот уже, тонировки нет уже. То есть он у него оперативно снял. Человек там лежит весь в крови. На место ДТП прибыл наряд дорожной патрульной службы. Полицейские приступили их к разбору полетов. Пешеход, нарушивший ПДД, также будет оштрафован.